Замерь пошла, сегодня у нас 16 апреля 2023 года, уже первую неделю после Песоха, считаем Омер, сегодня перешли на 11 Омер, то есть после Песоха на второй день начинаем считать Омер, считаем их 49, почему мы считаем Омер с Песоха? Потому что через 49 дней будет Чавуот, а что значит Чавуот, это отдается Тора, значит Ниссан, это Песох, что такое Песох, Песох это когда мы вышли из Египта, 15 Ниссана, это вот буквально неделю назад, и после этого через 7 недель, 49 дней, на 50 день мы подошли к горе Синаи и нам далась Тора, вот эти 40 дней мы считаем, раз, два, три, каждый день, называется... Ну это то место, где нас к тобой отправляют философствовать, да? Это вот то место, в котором мы на горе сидим и философствуем, вот, и через 40... Не понимают они, что нам без этого никак нельзя. Нельзя, нам этого нельзя. Вот сейчас 11 день, сейчас вот только я сейчас прочел, 11 день, вот, видите, у меня передо мной листочек есть, я постоянно записываю, чтобы сам не забыть сколько, каждый день помечаю, один раз. Вот, и заодно мы учим Тору на русском языке, каждый воскресенье в четверг, 8 часов по израильскому времени, мы на третьей книге Моисея, третьей книге Моисея, это на Левиты, Ваекра, третья пара, часть, глава... Значит, первые три части, вообще-то я неправильно сказал, это четвертая часть, первые три части очень интересные, вот это Ваекра, Сав, Эшемини, это вот мы как раз с Виктором Ивановичем, мы как раз долбим гранит науки, стараемся просмотреть эти пожертвования. Какая жертва за то, какая жертва на это, вот это все мы будем, как только Виктор конспект подготовит, мы полным ходом будем... Да, 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 еще раз пройдемся по этой теме. Пройдемся по этой теме, вот эти три части, пожалуйста, до главы с первой до 11, включая 11, вот мы сейчас как бы закончим, но мы не вернемся. А сейчас мы пошли на Татрия, то есть законы жертвоприношений первые три, 11 глав, первые три пошли, нам запрошли, мы это еще прочтем. И теперь, пользуясь этими законами, мы будем все как через увеличительное стекло просматривать все события через эти законы, которые мы пока еще не очень знаем, потому что мы их будем учиться. Ну, в общем, начинается Татрия. Что значит Татрия? То есть если человек либо согрешил, либо он не знает, либо не только согрешил, а и какое-то важное событие произошло в жизни. Вот, например, у пары женщины родился ребенок, мальчик родился или девочка родилась, двойняшки родились, двойняшки. На каждое событие, как бы ни было, есть какой-то ритуал. То есть мы не живем в жизни, как бы на брюхо набить, как бы прожить. Как-то кто-то говорил, в чем заключается смысл жизни, как бы лучше прожить, не испытывая чувства голода. Это смысл жизни. По дольше прожить, не испытывая чувства голода. А у кого самая лучшая жизнь прошла? Тот, который к смерти, у него больше всех игрушек. Он сколько на себе больше игрушек, вот это у него, он выиграл в жизни перед смертью. А вот только он меньше игрушек, ну жизнь была, значит, не настолько хорошая. У нас здесь такого нет. Патторий говорит, вот такого, ребята, вам для евреев нет. Для всего мира оно может быть. А для вас маленькая горсточка, у вас там одна десятая процента в мире всего накопилось. Вот для вас у нас правила другие. У нас каждая чихнул, слава богу. Два раза чихнул, что-то я, может, что-то не так сделал, нужно подумать. То есть, куда не повернешься, то там тебя это самое, какой-то насет. Поэтому у нас такая нервозность в свое время. То есть, если мы слишком перегибаем палку, так постоянно, не знаю, приходишь на проселки дорог, налево идти, направо идти, налево, может, налево, да не очень налево. Может, направо повернуть, но не совсем направо. А если направо, ну, может, и сейчас, может, завтра, а может, вчера, может, было. Мы постоянно голову все морочим, правильно мы сделали, неправильно мы сделали. То есть, иудеизм может тоже превратиться в невроз, если его неправильно принимать. На каждую штуку начинает раздуматься, то можно с ума сойти. Бог сказал, не слишком морожьте себе голову, ребята. Не на такой степени анализируйте, чтобы у вас было вообще... Вы сидите и анализируйте постоянно. Ну, вот я с тобой вот в этой части не совсем согласен. Голову надо морочить. Обязательно надо морочить. Мозг – это самый ленивый орган у человека. И мозг постоянно стремится отдыхать, не работать. Вытирает специальные гормоны радости, если ты ничего не делаешь. Вот. Но это саморазрушение мозга. Для того, чтобы его заставить работать, нужно размышлять. Анализировать, варианты смотреть. И, кстати говоря, это единственный орган, который на протяжении всей жизни, вот с годами, говорят, вот совсем из ума выжил. Все это ерунда на постном масле. Доказано давным-давно. Наукой доказано. Ну, а я сейчас не буду к науке прибегать. Я скажу, как я сам думаю. С годами человек становится мудрее. Мозг у него работает по-другому уже. Накопленный опыт жизненный есть. И если этот жизненный опыт постоянно не совершенствовать при помощи рассуждений, о котором ты говоришь, что не морожите себе голову, то тогда у тебя голова станет ленивой. Мозг заплывет жиром. А, кстати говоря, мозг – это самый жирный орган у человека. Ага. Ну. Вот. Больше всего там жировых клеток. Они не такие жировые, как, допустим, на брюхе или на кишечнике. Но, тем не менее, мембранки, все это хозяйство по весу до 40% от веса мозга составляет жировая ткань. Поэтому и выражение… И если не работать головой, то мозг вообще может превратиться в кусок желе. Вот поэтому я с тобой не согласен. Надо рассуждать. Надо спорить. Надо выдвигать свои версии. Надо изучать. Поэтому если… То, как я тебя, как тебя отбрил, а? Ты отбрил отнесение. Поэтому как раз входит в мысль такая народная пословица есть. Значит, если человек сидит, задумается, думает, думает о чем-то, может подойти и спросить, чего ты с жиру бесишь? Ну, может быть, отсюда и пошло. Наверное, знали. Что-то самый жирный орган у человека. Вот что, что жир у бесится, значит, на чем задумался детина? Вообще мозг – это очень, как сказать, неведанная для нас еще совершенно неоткрытая, неведанная вещь, которой и ученые, и физиологи, и те, кто занимаются вопросами мозга. У них нет ответов однозначных. Как происходят процессы, допустим, длительной памяти. Куда это прячется? Это же не облако, которое в компьютере вот есть у нас с тобой там. Облако, то есть информация где-то собирается и там висит. Ничего подобного. Нет ничего подобного в человеческом мозге. Ну, правильно. Ну, ладно. В общем, Витек хорошо сказал. Хорошо сказал. Как хочешь, я не согласен. Нужно обязательно дискутировать, спорить, не знаю, обсуждать различные теории, не знаю, высказывать свое мнение, хотя бы для того, чтобы голова работала. Хорошо. Будет интересно, сколько будет у нас после запись мы сделаем. Посмотрим, сколько на это. Вот, ребята, кто слушает запись, передайте нам, передайте свои наши впечатления. Как вы, вот я сейчас напомню, наши позывные. Я сейчас делаю наш Zoom. 325-804-58-11. Пароль 285-775. И вот самое главное, скажи, твоя точка зрения не заморачивает голову лишними проблемами. А моя точка зрения, чем больше заморачиваешься, тем лучше для человека самого, для его развития. В общем, ты придерживаешься, чем дальше в лес, тем больше дров. Да, да, хорошо, пусть будет так. Хорошо, а если чем больше дров, то хорошо, а если чем печку топить, все, что надо, дрова, то хорошо. Ну, наверное, наверное. Вот видишь, есть вопросы, в которых мы с тобой кардинально не сходимся. Концептуально не сходимся. Ну, на это, значит, давайте, значит, 12-я глава, 3-я парша, часть Левитику с книгой Моисея, 3-я из 5-и. Значит, Тацрия, значит, Тацрия, если у нее она забеременеет, Тацрия, и родится у нее мальчик. И, значит, давайте, как обычно, в двух словах я скажу всю Тацрию. Значит, 12-я глава, значит, женщина родила или мальчика, или девочка. И какие правила после этого? После этого, проходящее, начинается в 13-й главе законных заболеваний. Но заболеваний каких? Духовных заболеваний. Раньше это была, считалось, лепроси, лепроси, как по-русски. Ну, проказ. На русском языке в медицине называют проказы. Назва проказы. Но на самом деле это был просто неправильный перевод. Ну, может быть. Тора имеет в этом отношении не проказы, а специально. Это называется, ну, вот как раз... Тириад. Тириад. Это человеку приходит духовно. То есть здесь человек, особенно самое сильное, если человек занимается лошан-хара. Лошан-хара, это значит, говорить о других нехорошо. Например, вот у тебя сосед есть такой, ты знаешь, он такой негодяй. Он сколько, ты вот не знаешь, что он делал, он тебе постоянно керосин из-за печки отливает. Вот я на него наговорю, это лошан-хара. За такого лошан-хара человеку очень плохие наказания получаются. У него начинается бум, раз, на следующий раз там на лбу, на ухе, на носе, на руках где-то выскакивают какие-то заболевания. Ну, как вот, это самое, как ты слилал по-русски. Ну, напоминающий проказу. Он придет к ухе, ну, и говорит... Здесь нельзя сказать, что это проказа, потому что здесь слово проказа не упоминается. Это да, это даже не то, что... Различный... Лешай, говорится. Цератия, я не знаю, что такое, как перевести его на современный язык. Цератия, я не знаю. Заболевание кожи, и описанные его признаки этого заболевания. И вот в этих... Да, и в этих 12-13 генуэя очень... То есть, когани в то время были... Ну, и сейчас когани, рабы хорошие, знающие. В принципе, потому что читали Талмуд, люди устную Туру читали, изучали, то они знали анатомию. Если там приношлось жертву, там тебе нужно знать, сколько там... Какой кошерное животное, какой некошерный, какой у него там кишечник, какой у него желудок, то анатомию знали, как сегодняшние врачи. Если такая зараза, если она белая, чуть под кожей, если она красненькая, чуть над кожей, то человек был как врач, в принципе, специалист. Вот к нему человек приходит, говорит, что-то у меня вот такая штучка. Коган посмотрел и говорит, ничего нормально, все пройдет, идите домой и выпейте стаканчик молока, все будет нормально. Или нет, нет, проблема. Или придите на следующей неделе еще на вас посмотреть. То есть была определенная проблема. Как ее узнавать? Она белая? А какая белая? Не было в то время там спектральной длина волны 28,6 килогерцов. Они знали, она белая, как сметана, или белая, как масло, белая, как заря, или красная, как малина. То есть сравнение с какими-то обычными вещами, которыми люди окружались. Белая, синяя. То есть люди знали, как это происходит. Вот это цатрия вся как раз и объясняет, какие вот у человека эти проблемы были. А потом следующее, мы сейчас не будем, 14-го, называется медсора. То есть цатрия, это описываются вот эти проказы, а медсора, это как с этой проказой бороться. То есть какая процедура? Когда нужно отсидеть дома, или за лагерем просидеть, в палатке, сколько посидеть, сколько приходить, как оно, ну, очень целая процедура, как с этим делом бороться. Интересное, что я не помню, где, потом мы посмотрим. Если человек заражен там 5% кожи, 6%, 10%, 20%, 30%, 50%, 80%, ну, это большинство, меньшинство, у него проблемы. А если у него 100%, никаких проблем нет. То есть только, говорит, человек пришел, у него... При одном, оправди, при одном условии. Если нет нигде видимого мяса красного. Если нет нигде видимого мяса. То есть если человек до такой степени... Просто стал белый, побелел. Был нигде, стал белым совсем. Да, то есть, то есть, он идет к Охену, Кохен говорит, слушай, Вася, у тебя никакой надежды нет. Нечего тебе думать. Давай, слушай, не морочь мне голову. Его признают ритуально чистым? Его признают... Да, у него нет ритуальной нечистоты. Он ритуально чистый, он может ходить в храм, может жертвоприношение кушать, может сам жертвоприношение делать. На него нет запретов. Его не отправляют на 7 дней за стан. Вот это интересно. Это такой специфический такой пункт. Но до этого... А вот специфический, я так не понял, почему. Почему? Я тоже не знаю, почему. Потому что так, по идее, мне кажется, если, например, он на такой рецидивист, то у него уже никаких надежды нет. Это все, Вася... Ну, ему все разрешено. Вот если рецидивист, тогда его надо отмучать от общества. Он должен закутаться, как, допустим, плешивый и лысый. Если у него есть язва на голове, которая признает нечистой, он должен закутаться тканью. Одни глаза должны быть видны. И он должен бежать или идти, кричать, я нечистый, я нечистый, я нечистый. Объявлять на каждом шагу. Даже, по-моему, я помню, в России кино были такие, когда ходил он... Не знаю. Не помню, я такое кино не смотрел. Вот. А здесь он ничего, никаких ограничений на него не накладывается. По крайней мере, в тексте Тора этого нет, что какие-то ограничения на него наложены. Вот это ты хороший вопрос поднял. Ну-ка, напомни, я тоже не понял. Ну, это в тринадцатой голове. Сейчас я найду тебе даже стих. Ну, где этот был, тринадцатый. Так, если пятно белое на коже тела, сейчас найдем. Расцветет проказанная кожа, боковая тяга, проказанная так. Ну, только что... Так, где-то... Я сегодня же смотрел. Волосы на голове, это попозже было. Так. Куда глаз видит священника. Ну-ка, ну-ка. Так, вот, по-моему, на коже проказа застарелый на коже тела. Я признаю, что я дураселка нечистый. Он не будет велеть его. Ну, если женщина идет проказа по коже и покроет язву козы сухой, 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 головой, до ног, сколько видит глаза когена. Если увидит коген, что покрыло проказу всего тела человека, то признается, он язву чистый. Вот, нашел я это хозяйство. Ну-ка. Начинаю, вот смотри. Это тринадцатая глава. Да. Бери стих. Двенадцатый. С двенадцатого стиха. Стихо читай. Так, ну-ка, ну-ка. Если же расцвечет проказа на коже и покроет язва проказа всю кожу человека, с головы до ног, сколько могут видеть глаза когена. И если увидит коген, что покрыло проказа все тело человека, то признает он язву чистой. Если превратилась вся в белую она, чиста, но как только покажется на теле живое мясо, человек не чист. Вот это я прочитал. То, что написано в тексте Тора. С двенадцатой по пятнадцатой стихи. Угу, угу. То есть ограничений нет. Признается, язва чистая. Вот сколько коген глазом его увидел, все тело, короче, у него покрыто вот этой белой, ну, не язвой, тут написано язвой. Ну, белым цветом стала она. И даже когену, по сути, сравнивать не с чем. Ниже это кожа или не ниже. Потому что все тело белое стало. Матово-белого цвета. Это интересно. Вот это я поднял вопрос, который раньше даже не обращал внимания. Сейчас я еще посмотрю в другой книжке. Ну, я не знаю. Дело в том, что ты просто, может быть, как-то сказать, давно это читал, наверняка ты обращал внимание. Нет, все интересно, что если он чистый, ему можно ходить, как ты сказал, ему можно ходить в кран и все. Ну, если признали чистым, он имеет право, кушать жертвоприношение, те, которые, скажем, мирная жертва. Он приходит в храм, приносит жертву, так же кушает ее, как все. Стоит при жертвоприношении, при любовь, при всесожжении, при грехочистительной жертве, при мирной жертве, при любой. Это интересный парадокс, потому что, с другой стороны, они ему говорят, что ты, они ему не говорят, что ты чистый, они говорят, ты технически чистый, но на самом деле, почему ты чистый, потому что он уже за пределами не внеяльности. То есть, ясно, что он нехороший человек. Ему говорят... Ну, не знаю, не сказано. Может быть, причина совсем здесь другая была. Не связано с духовным миром. Вот у меня объяснение идет такое, что он уже за, за холмами возможности исправления. То есть, всем человеку уже нет никаких надежды. Ну, тогда так и надо говорить об этом. Что чистый, но ты не имеешь права заходить в храм. А почему? Если чистый, ритуально чистый. Вот это, да, вот это и вопрос. Вот это не написано, это я не знаю, можно ли заходить в храм или нет. По идее, здесь не написано. Я делаю вывод, что в храм нельзя заходить женщине, если она ритуально не чистая. Скажем, после рода мальчиков, она должна 7 дней оценить, идти дома сначала, потом делать обрезание сыну, потом еще 33 дня выдержать, она тоже должна быть дома. Вот в этот период она не имеет права ходить в храм, не имеет права кушать жертву, мясо жертвы. Ничего этого не имеет. Она не имеет права даже зайти туда, в храм. Вот только после 33 дней, по истечении 7, 8 дня и 33 дней, плюс, она приносит жертву туда, грекоочистительную, жертву несожжения в храм. То есть она только вот после этого срока, что получается, 33,7 это 40, и еще один, через 41 день после рода мальчика. А девочки тогда получается 2 недели, плюс еще 66 дней. Вообще через 3 месяца. Да. А у меня написано, у меня объяснение, между тем, я перескочил на роды сейчас, у меня написано объяснение так, я не помню, кто говорит это, что в принципе, это и у мальчика, девочка должно быть то же самое. Но это не то, что девочка увеличивается до 2 недель вместо 1, а просто у мальчика уменьшается, потому что у него через неделю должно быть обрезание. Поэтому... Хорошо. Сделали обрезание, а женщины после этого еще 33 дня находятся в состоянии ритуальной нечистоты. Если у нее родился мальчик. А если родилась девочка, то она еще после 2 недель, 66 дней находится в ритуальной нечистоте. Да. Почему? Поэтому тут твое, то, что ты говоришь, не совсем бьется. Не совсем бьется. А какое-то... С мальчиком она через 41 день может принести жертвы в храм. А с девочкой только почти через 3 месяца получается. Без малого. Ну, 2,5 месяца. Ну, почти 3. Больше, чем 2,5 месяца. Вот у меня вопросы все время... И в прошлый раз, кстати говоря, я этот же вопрос не задавал, а пытался дискутировать по этому поводу. Почему такая разница? Почему такое пренебрежение к девочкам рожденным? Они что, более ритуально нечистую женщину делают? Если же девочка родилась. С другой стороны, это непонятно. Продолжатель еврейского рода считается женщина. И вообще рождение ребенка не является грехом. Это поощряется религии. За что грехочистительная жертва тогда? Вот голубица, она принесла голубя и голубку как грехочистительную жертву. За что? Она что, какой-то грех совершила? Если Адам и Ева совершили грех свой, тот когда-то, когда-то. Может, за это несет расплату женщин в дальнейшем? У меня объяснение такое, что во время родов, особенно если сложные роды, часто женщина, ну, конечно, женщина кричит, потому что боль во время родов, и она иногда своего мужа чертыхает. Потому что из-за тебя, ты мне это знаешь, вот это, вот это, да это. Так ты хочешь сказать, когда рождает девочку, она больше чертыхает, что ли? Не, ну, это я не знаю. Это я не знаю почему. Я знаю, что... Так вот это вопрос. Почему разница такая в сроках? В сроках вот я не знаю. Почему такая разница, если мальчика или девочку рождает, рождает, почему она ритуально нечистая с мальчиком в меньший срок находится. И тут дело не в обрезании мальчика. Потому что я тебе сказал, 33 дня, а 66 дней, это уже после недели и двух недель. Почему? Я помню, ты в прошлый раз спрашивал этот вопрос, я не могу... Я в прошлый раз спрашивал, у меня этот вопрос остался. Я не хочу сказать, что он мне спать не дает. Это будет неправда. Надо позвонить Ионе Раву, на россиянскую. Ну, может быть, может с ним связаться, может он какое пояснение даст, потому что он грамотный. Я думаю, и тебя, и меня, вместе взятых, и в несколько раз. Это точно. Сейчас подожди, мы сейчас попробуем ему позвонить. Ну-ка, Витек, минуточку. Сейчас, минутку. О, он сейчас занят, не могу дозвониться. Ну, может быть, к следующему уроку связываться, может быть, к этому четверг он выйдет с нами на связь на пять минут. Скажи, буквально на пять минут и сформулируй ему вопрос, чтобы сейчас мы не екали, не бекали. Ты понял суть. В чем, во-первых, грех состоит женщина, когда она рождает, рождает ребенка. Зачем она приносит жертвочистительную жертву? Из каких соображений? Если это за Адама и за Еву, за их грех перед Всевышним, то, что они нарушили, то, что им Всевышний сказал, тогда это понятно. Но не все же поколения жили. Да, все ясно. Первые дети у Адама и Евы родились не таким путем, как родились следующие дети, которые до греха того были. За ними и ухаживать не надо. Я понимаю так, что они родились уже, и воспитывать не надо, они родились уже с полным сознанием взрослого человека. Получается так. И как родились, тоже непонятно. Таким путем, как сейчас это происходит, или там несколько другой был путь, но это уже такой вопрос, который можно не дискутировать его. Это не знает, наверное, никто точно. А то, что касается, в чем грех? Если религия приветствует рождение ребенка, она родила, и почему такая разница? Она ходит ритуально нечистой. Если мальчика родила 41 день, в общей сложности 41. 7 плюс на 8 день обрезания мальчику делается, а потом еще 33 дня она очищается, очищается ее кровь. Вот. Еще 33 дня она находится дома. А если девочка рождается, то 2 недели. И в течение 2 недель, там на какой, на 14 день или на 15, не знаю, не сказано здесь. Подождите, дай-ка еще посмотрю. Я смотрю. Вот, значит, 12 глава, 6 стих. Значит, 2 недели, 1 неделя, это мы поясним между мальчиками и девушками. Если после, она после заканчивает, после мальчика и девочки, она должна быть, ну, принести, значит, ягненка. Нет, давай я тебя, я тебя назову, как я хочу, статью, не статью, а стих, стих. Пятый стих, это касается девочки. 12 глава, пятый стих. Если же она родит девочку, то нечиста будет 2 недели, как во время своего отстранения. И 66 дней должна она очищаться от кровей своих. А когда же исполнятся дни очищения ее за сына или дочь, пусть принесет она годовалого ягненка всесожжение и молодого голода и голубитцу, и очищительную жертву. Про мальчика чуть раньше это слово, второй стих. Скажи же нам Израиля, если женщина начнет и родить сына, то нечиста она будет 7 дней, как во одни странения ее по обычной болезни ее. Будет она нечиста. А в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его, имеется ввиду сына, и 33 дня должна она очищаться от кровей своих, ни к чему священному не прикасаясь. И в святилище не входя. Вот, что такое ритуальная чистота. Ни к чему святому прикасаться не имеешь права в спятилище заходить не имеешь права, жертвоприношение делать не имеешь права, то есть на тебя наносятся ограничения. В случае с этими слешаями ограничений таких не наносятся, потому что он не признан, у него болезнь ритуальная, не чистая. Да, да, да. Я признан, что чистый. И ничего не сказано по поводу того, что давай его выселим. Про плес и про лысину все четко и конкретно. Вплоть до того, что ты должен закутаться в материю и еще бежать и кричать народу, если кто-то тебя увидел, что я не чист, я не чист, не подходите ко мне. Все ясно. А здесь никаких ограничений. Стал белым, молочно-белым, ну и что? Коген осмотрел его, язв нет, мяса наружу, которое вылезает красного, нигде нет. Он стал белым, был черным, стал белым. Причина в чем? Является ли это духовным заболеванием, которое идет от того, что он совершил грех? Раз признают его чистым, значит, это не является грехом, в основе этого заболевания не лежит грех. Это не духовное заболевание, значит, получается. А вот если мясо вылезло наружу, красное, а вот уже ритуальная нечистота, со всеми вытекающими последствиями. Вот в чем вопрос. Мы и прошлый раз на них не ответили, надо было в прошлый раз еще Йосифа просить, чтобы он нам рассказал по этим двум главам. Окей. Хорошо сформулировал, Витек, я тоже не знаю, я тоже запутан. Вот на первый взгляд материал был небольшой, легко читается, ничего сложного вроде бы нет, но я не разобрался. Для меня вопросов больше, чем ответов вот в этих двух главах. Да, да. К сожалению. Это важно. Продумай. Я не знаю, я не знаю, насколько это важно, но эти вопросы застрявши в башке. Опять, я не хочу сказать, что мне они не дают спать. Я сплю нормально, крепко и хорошо. Помолился и заснул. Вопрос в том, что я не имею ответа на них. Если это выше нашего понимания, так тогда надо так и сказать, что это вопросы, связанные с духовными законами, которые вам не подвластны, как некоторые там из законов, где говорится в Торе, в самой. Что, меня не слышно, что ли? Я смотрю на время, на всего полминуты, Витек, я смотрю на время. Нет, 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 две с половиной минуты. Вот я тебе что-то сформулировал. Вот эти вот вопросы, они стоят. Ну окей. Вот. Плохо это или хорошо, не знаю. Я поэтому тогда и зацепился за то, что не надо мозгами раскидывать. А как не раскидывать тогда мозгами? Что принять-то? основу. Хорошо. Вот так вот. Что за основу я должен принять? Весь белый покрылся сплошным лишаем этим. Тора говорит, что Каген признает его ритуально чистым. На него никаких ограничений. Черт побери, я не понимаю. Окей. Понятно, хорошо, Витек. Две минуты остается, заканчиваю. Я, значит, домашнее задание понял. Я хочу узнать, я постараюсь с Рамом поговорить и узнать ответы на эти вопросы. Если есть ответы, пусть даже это будет, скажем так, чисто отписочные ответы, что это, скажем, законы, связанные с духовной жизнью человека, которые не подвластны, скажем, материальным законам и материальными понятиями их не объяснить. Меня устроит такой ответ. ответы, но я должен знать его, такой это или другой ответ. Понятно. Ладно. Ну и все. Хорошо, хорошо, хорошо прошли. Ну, не знаю, не знаю. Недаром неделю целую готовился. Ну, ясно. В общем, я домашнее знание получил и у твоего тоже знание получил. Тебе серьезно надо сделать графики и все это самое. Это я не забыл. Вот до чего ты въедливый. Вот если бы ты был преподавателем, у тебя студенты, наверное, были бы одни отличники. Помнишь, как я по Сапрамату пятерку получил? Хоть у меня было четвертый. Да по Сапрамату сложно было получить другую оценку. Самый простой предмет, который был у нас с тобой до четвертого курса. Это Сапрамат был. Я все равно четверку получил, а он меня потом поправил зачетки на пятерку. Ну, я пятерку сразу. Давай, Витер, 30 секунд остается. Давай. До четверга в 8 часов вечера отдыхать. После войны. В 6 часов вечера после войны. Все понятно. В 8 часов вечера в четверг. Давай. Это кино такое есть. В 6 часов вечера после войны. Обнимаю. Давай отдыхай, Дорогой. Пока.